Друзья, сегодня на пятом канале особый день. День добрых дел. Не зря у моих коллег и у меня вот такие значки. Цветик-семицветик, символ чуда, которое вместе мы можем совершить. На прошлой неделе мы с вами собрали более 12 миллионов рублей. Это в 6 раз больше, чем требовалось на операцию 9-летней Кати Фан. Это значит, друзья, вы помогли и Кате, и еще нескольким детям. Большое спасибо. И сегодня мы расскажем вам о Мише Мартынове. Ему всего 6 месяцев. Активный и улыбчивый мальчик, и от сверстников его отличает только шрам во всю грудь. Мальчик родился с тяжелым пороком сердца. Первая операция прошла успешно, но чтобы сохранить жизнь этому малышу, необходимо еще две. Следующая запланирована уже на сентябрь, и откладывать ее нельзя. Стоимость операции 600 тысяч рублей. И хотя сумма не кажется астрономической, родителям Миши самостоятельно за такой срок ее просто не собрать. Нужно верить, потому что нельзя плакать. Я очень боялась плакать, даже когда уходила от нее. Ну, наверное, тяжело видеть ребенка полностью в проводах, которые на тебя не смотрят. Пятый канал и благотворительный фонд «Детские сердца» начинает собирать средства на операцию для Миши Мартынова. Если вы хотите помочь малышу, отправьте смс на короткий номер 7195. Обратите внимание, сейчас этот номер написан на ваших экранах. В сообщении вы указываете только сумму пожертвования цифрой. Наши коллеги из новостей весь день в своих выпусках будут рассказывать о Мише. Мы хотим, друзья, чтобы как можно больше людей узнали об этом мальчике. И верим, все вместе мы можем подарить ему долгую и очень счастливую жизнь. Пожалуйста, отправляйте смс и помните, важно сделать это сегодня, завтра, может быть поздно. Помогите сейчас. Уважаемые товарищи взрослые, прямо сейчас к нашей беседе присоединяется актер театра и кино, телеведущий и режиссер. Готовьте ваши аплодисменты. Максим Агерин! Максим, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ужасно рада вас видеть. Здравствуйте. Я продолжаю еще аплодисменты. Остановитесь, остановитесь. Остановитесь. Привет. Здравствуйте. Ну, спасибо. А ты куда? А где он делся? А я вот тут. А, понятно. Ну что, ребята, давайте, рассказывайте. Максим, ну, мы знаем, мы знаем, конечно, что огромное количество, я думаю, предложений, в связи с благотворительностью поступает к вам. Есть ли какой-то фильтр у вас? Вот в этом участвую, в этом не участвую? Ну, конечно же, ребят, не будем скрывать, что как только человек становится каким-то, ну, там, хотя бы известный в своем дворе, тут же к нему начинает обращаться за помощью. Это нормально, это прекрасно и хорошо, что если ты можешь кому-то помочь. Фильтр, ну, наверное, уже с годами как-то он появился у меня, поскольку ежедневно приходит очень много писем, хороших, добрых, при том, письма такие, знаете, как вот, как раньше. Прям в мешках, рукой написано. Хорошие, добрые, с пожеланиями, с признаниями, с ненавистью, с проклятиями, с просьбой, пришлите денег, много надо. Это нормально, это ничего. А касаемо благотворительности, то в какой-то момент мне, конечно, как и любому нормальному человеку, у которого есть все-таки сердце, мне хотелось помогать. Естественно, как только у тебя появляется такая возможность какую-то денежку дать кому-нибудь, то ты это, несомненно, делаешь. Но, к сожалению, очень много замечательных фондов, которые немножко сидят так на горе и ведут себя недостойно, слово благотворительное. А вы сталкивались с такими? Конечно. Сколько вы можете принести денег? Ой, ну это мало, это ничего не нужно. Подождите, а разве рубль, даже если он один рубль, он разве не помощь счет, понимаете? Даже если этот концерт принесет небольшие деньги, но если такая возможность есть. Мы делали много спектаклей благотворительных, много, вот, например, сейчас в Сочи 28 ноября будет благотворительный концерт общественного фонда «Мост Добра», который возглавляет Пахомова Елена Николаевна, это будет концерт, который будет называться «Аверен детям», где будет, давно моя мечта была, поскольку, понимаете, я не могу построить для вас, наверное, дом. Я не смогу, наверное, вам вскопать поле, наверное, не смогу. Хотя, может быть, если мне поставить такая задача, я сделаю. Моя профессия позволяет делать самую главную в этой жизни, это нести людям радость. Вот, поэтому, поскольку я могу только это делать, наверное, я это лучше сделаю, чем в Спахае поле. Поэтому мы решили сделать вот такой концерт. Там будет такая история, что 26 ноября мне исполнится 40 лет. Заранее не поздравляю, поэтому не поздравляю. Спасибо, спасибо, спасибо. Какого числа? Приедешь? Какого числа? 26 ноября. 26 ноября. Это будет, как традиционно, в день рождения обязательно должен выйти на сцену. В прошлом году это был Санкт-Петербург, в этом году будет это город Сочи. Это, что называется, вот как Новый год встретишь, а это, поскольку мой Новый будет Новый год, то так его проведешь. А поскольку я не представляю свою жизнь без профессии, то я счастлив, что мой день рождения будет именно в работе. А 28 числа мы решили сделать вот такой благотворительный вечер, на который я приглашаю всех, кому не безразлично. Где камера моя? Вот. А вот. Отлично. Я приглашаю всех тех, кому не безразлично и важно. Понимаете, мы счастливые люди, те, у кого есть мама, папа. Мы радуемся тому, что нам есть кому улыбнуться, обнять и быть защищенным. Что такое детство? Это защита. Мы становимся сиротами, когда наши родители уходят. Я очень хочу, чтобы те люди, которые были лишены этой радости, ласки материнской, отцовской руки, я хочу, чтобы они были защищены нами. Поймите, что человек вырастает, и дальше все то, что было заложено в него, все то, что было ему отдано, такие же дела он будет делать по этой жизни. Каждому больному ребенку, которому мы можем помочь отдать свое тепло, возможность выкарабкаться из этого недуга, это тоже в наших руках. Поэтому сегодняшняя история, которая рассказана про Мишу, мой брат в детстве тоже, у него был порог сердца. Конечно же, моя мама, она все сделала для того, чтобы мы выросли счастливыми детьми. Я очень хочу, чтобы мы сейчас, дорогие друзья мои, это не так много. Я думаю, что даже рубль, который вы сейчас отправите на короткий смс-номер, он поможет. 600 тысяч рублей, я не думаю, что это такая уже большая сумма, которая нам не под силами. А ребенку, у которого такое уже большое сердце, и оно так бьется, нужна наша помощь. Давайте поможем. Да, давайте поможем Мишке, но сейчас посмотрим рекламу, а после этого вернемся к разговору с Максимом. А с рекламой мы тоже соберем деньги, и они тоже помогут Мишке. Друзья, ну мы продолжаем наше утро, и сюрприз для вас, у нас в эфире трио неожиданности. Я бы начнил детская неожиданность. Вот как-то вы вели одну программу. Одну программу. И отмотали там один сезон. Один, да? Вот к нам пристал Кобзон Иосиф и спрашивает, А будет ли еще один сезон, один сезон? Да. Отвечаю вам, дорогой наш товарищ Кобзон. Будет, ну конечно, для вас новый сезон. Мы споем вам песенки о том, о сём. Приходите, уважаемый товарищ Кобзон. Ну хорошо, приду. Тыц, 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 тыц. Вы ездили как-то в Сан-Франциско? Yes! Тюмень, Кисловодский, Ростов. Да! В Мексике были? Да! Сомбреро? Си! Ммм, покорили вы Дюссельдорф? Нео! Вам глухаря не хватает. Не, не хватает. Маме! И снова и дрелью сосед. Ага. Чего вас по миру болтает? Да, чего болтает? Вы что, не домосед? А? Отвечаем вам, товарищи, вопросы. Вот скажу вам так, я просто трудоголик. Не могу сидеть на жопе я ровно. Болтает по миру такая жизнь. Вы супергерой в сериалах. Что не смотри. Склипосовский один, второй и глухарь раз, два, три. С проекта в проект повсюду зрители ждут. А когда, верен, Максим покорит Голливуда? Да. Я скажу вам, мои родные, нахрена мне этот Голливуд? О, нет. Любят меня здесь, в России, а это, дорогой мой, круто. Вот, very good. Yeah, very good, very good. У Аверина Максима улыбка, как у Верника. Да. В чем причина настроения? Бухнули на Верника. Ммм. А зачем улыбка, как у Верника? Да. У Аверина все есть наверняка. Ну, конечно, ребята, наливаем и бьем. Улыбаемся, товарищи. Это многим раздражает. Да. Максим Аверин. Это абсолютная импровизация. Да, важнейшее заявление, это трио импровизация. Ну, честно, Максим, ну скажите, что это. Абсолютная импровизация. Ну да, мы еще чуть-чуть подготовились. А не подготовились. Я точно. Мы подготовились, конечно. Гениально. Я рыдаю. А вот у нас еще, дайте еще. Давай, давай, дайте еще. Еще. Давай еще. Бонус. У нас, бонус трек. У нас ее азарт. Это как раз про две ладошки. Маленькая историческая справка. Да, давайте. Сейчас откажется. Когда я был маленький с кудрявой головой, я был студентом театрального вуза. И, естественно, театральный вуз – это голод. В карманы дырявые, ботинки сношенные. Но нам очень хотелось, ну, хоть как-то что-то заработать. Не ради славы, а просто для того, чтобы, ну... Ну да. Чего-то. Ну давай. Годы были сложные, 90-е. И вдруг поступает предложение сняться в клипе. Такая была певица, Светлана Рерих. Вот. И мы снялись там в клипе «Две ладошки». Прошли годы. Вдруг появляется Света и говорит, а давай сделаем такую историю, что как будто тогда я отвергла твою любовь, потому что ты был голодный студент, бедный. А сейчас ты мне подарил Мерседес. Я говорю, сказал, Света, нет. Давай, давай, давай. По сути, Света. Итак, значит, вот как раз про две ладошки. Снялись в клипе про две ладошки шел девяносто седьмой. Если желание в клипах сниматься или туда уже не ногой, отвечаю вам, ребята, про ладонь. Если вы позолотите мне, я, а я воль. Но скажу вам точно, дорогие друзья, бегите в ладони с утра до вечера. Браво! Мы будем аплодировать! Вопрос нужен, вопрос, вопрос. Что, какие спектакли планируются и так далее, Максим? Потому что мы ждем. А мы не отпустим. Мне кажется, мы найдем сейчас решение. Не будем. Отличная тема. Давайте я буду каждый раз, когда приезжать сюда в Петербург, вы меня будете приглашать. Понимаете, если вы заметили, Максим, то вот это три аккорда. Поэтому мы тоже готовились. Ребята, я вам скажу так. Какую бы вы музыку не слушали, главное, чтобы это была талантливая музыка. Но самое прекрасное, это должно быть прекрасным, хорошим настроением. Давай сыграем с тобой на трех аккордах. Давай. Если вы нахмурясь, Если вы нахмурясь, Вы идите из дома. Если вам не в радость солнечный тенек, Пусть вам улыбнется, Как своей знакомой, С вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение Не покинет больше вас. Конечно же, Встретили утро весело. Мы ничего не выпивали, клянусь вам. Это все просто чистая импровизация. Но я не зря приехал в город Любимый свой Санкт-Петербург, Поскольку завтра у меня спектакль Все начинается с любви, На который я вас приглашаю. Он пройдет в театре Комиссаржевского В удивительном, прекрасном театральном зале. И я хотел бы вам сейчас, Поскольку у нас все-таки Утро добрых дел, И мы такие все-таки, я надеюсь, добрые люди, Я хочу вам прочитать стихотворение. Оно и является заглавием моего спектакля Все начинается с любви. Роберт Рождественский Все начинается с любви. Все начинается с любви, твердят. Вначале было слово, А я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви, И озарение, и работа, Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви, с любви. Я это точно знаю. Все, даже ненависть, Родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви, Мечта и страх, Вино и порох, Трагедия, тоска И подвиг Все начинается С любви Весна шепнет тебе Живи И ты от шепота качнешься И выпрямишься И начнешься Все начинается С любви Вот так Спасибо вам, ребята Хорошего спектакля Какой-то грустный Лиричный И заканчивается тоже Максим, вы сделали наше утро Оно великолепно Ребята, все, это Максим Аверин Переходите к нам еще Прямо сейчас за крома Родины и Иван Цибин А я останусь не за крома